В этом году конференция наука будущего проводится российским минобром в третий раз. Она уже побывала в Санкт-Петербурге и в Севастополе, но такого размаха, как в Казанском федеральном университете, завсегдаты форума еще не видели. Я не ожидал, что я здесь встречу людей, фамилии которых я встречал в самых высокорейтинговых журналах и на самых престижных конференциях в мире. Более тысячи участников из самых разных уголков света и самых разных областей науки. Конференция охватила сразу 10 научных направлений. В стенах КФУ знаменитые мировые ученые встретились с российскими студентами-аспирантами, чтобы вместе создать будущее науки. Я на самом деле была поражена высоким уровнем тех работ, которые представляли студенты. Я как понимаю, что основная задача этой конференции, конечно, показать нашей молодежи и привить ей, продолжить их стремление делать науку, делать хорошую науку и продолжать наше дело, потому что без них мы не сможем идти вперед. Как отмечали многие участники форума, научное сообщество сегодня крайне нуждается в свежей крови. После перестройки бизнес стал для молодых людей более заманчивой перспективой, а вот престиж науки заметно упал. Но сегодня для молодых ученых в России создаются новые условия работы. В частности, это правительственная программа мегагрантов, победители которой получают солидное финансирование своих исследований. Итоги очередной волны конкурса мегагрантов подвели в ходе конференции «Наука будущего». Среди победителей – химики из КФУ. Комиссия, независимая международная комиссия, она выбрала целый ряд проектов именно в Казанском университете. Насколько я понимаю, это не все проекты, которые могут быть выбраны. И будем надеяться, что и сейчас какие-то проекты будут поддержаны. Конференция «Наука будущего» в Казанском федеральном стала не только местом встречи поколений, но и площадкой для обмена опытом между профессионалами. Интересно, что среди приглашенных ученых было немало заграничных профессоров с русскими фамилиями. А значит, российская наука вновь стала привлекательной для тех, кто когда-то уехал из страны. «В Китае есть идея привлечь обратно в Китай Chinese overseas, то есть тех китайцев, которые работают и живут за рубежом. И такого типа идея, она есть и в России, что да, сейчас очень много людей, которые уехали еще тогда, когда у нас был Советский Союз в частности. Таких много. Я в 89-м году уехал». Три дня плотной работы в секциях, встречи и дискуссии завершились торжественной церемонией закрытия конференции. Лучшие студенческие работы наградили в пятницу. «Лично для университета это было знаковое событие, поскольку мы нашли себе новых партнеров, новых коллег, с кем я думаю, мы в дальнейшем будем работать. Я приглашаю в эту сеть подключиться наших молодых талантовых ребят, каковых сегодня в этом зале достаточно много». Наконец, долгожданный момент объявлений результатов. Волнение уже не скрыть под вечерним макияжем. Вопреки бытующему мнению, что наука – дело не женское, во многих номинациях призовые пьедесталы были полностью отданы представительницам прекрасного пола. Удача улыбнулась и студентке МГУ Евгении Прохоровой, которая мечтает создать лекарство от рака. «В первую очередь я очень хотела порадовать своих руководителей. Они для меня очень много сделали, потратили на меня много сил. Я занимаюсь изучением механизмов апоптоза, то есть моя работа, она фундаментальная. Конечно, в перспективе изучения механизмов такого фундаментального процесса может привести к разработке новых каких-то препаратов, но в целом моя работа больше в фундаментальном направлении». Среди победителей и призеров различных номинаций не раз назовут имена студентов КФУ. «Казанский федеральный университет! Ура!» Конкурсанты не скрывают – пройти предварительный отбор, попасть в финал и уж тем более победить было очень непросто. И в этом случае стены родного дома не помогают. Путь к успеху один – тяжелый труд. «Я рад представлять был наш университет на этом форуме. Я был очень удивлен, что работа была отобрана, потому что, как я узнал, в нашей секции было подано более 400 заявок. Из них в постеренную секцию прошло 20. Вот, соответственно, уровень работы можно оценить». Кстати, к выбору призов для победителей организаторы конференции подошли творчески. За первое место в секции студента вручили гироскутеры. Но, конечно, подарки – это не главное. Важнее признание результатов проделанной работы. Ведь внимание и поощрение – тоже мощный стимул для развития науки будущего. «Наука будущего! Наука молодых!»